Партнер программы новости – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Центральный пляж – вид изнутри. Специфика работы предприятия объединения курортных услуг. Все тайное должно остаться тайной. Мэр Анапы Сергей Сергеев оценил уникальную учебную базу Института береговой охраны ФСБ России. Открытие сезона 2013 в Витязеве. «Жемчужина России» начала отсчет нового лета. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Миллионы отдыхающих приезжают в Анапу летом. Солнечные и морские ванны, псамотерапия и, конечно же, морской воздух. Удовольствие для гостей Анапы. От отпуска до отпуска. Анапчане говорят, пляж уже не тот. Мы посмотрели, в каком состоянии сегодня центральный пляж Анапы. И в какую сторону произошли изменения. Подробности у Натальи Пухальской. Главное достояние Анапы – это, конечно же, центральный песчаный пляж. И обслуживают его специалисты предприятия объединения курортных услуг. Как проходит их рабочий день, расскажем прямо сейчас. 6 часов утра. Пока весь город спит, здесь уже гремит работа. Именно гремит. Рабочие первой смены заводят моторы спецтехники. Пока отдыхающих нет на пляже, чистят, подметают, моют и просеивают песок. 25 километров обережья. Почти 5000 квадратных метров. Сегодня работают 5 единиц спецтранспорта. Два грибка прочесывают пляж, две машины для вылаза мусора. И пляжеуборочная интернациональная пара, просеивающая песок. Тянет Беларусь. Почти ручную работу выполняет шведка. Отсеивает окурки, косточки и мелкий мусор. Песок после ее прогулок чистый и пушистый. Уборку делают ежедневно с утра. Вот и сами можете пройти посмотреть. Там целые команды работают. И очень хорошо работают. Прожив не один десяток лет на курорте, анапчане знают, что и с чем сравнивают. Анапчанка Галина Андреевна на пляж приходит каждый день уже 35 лет. И даже свой день рождения встречает на центральном пляже. Я Анапская. Каждое утро я хожу по морю. Потому что возраст у меня уже очень большой. Мне сегодня исполнилось 73 года. О, поздравляю. Спасибо большое. Чистый берег, чистая вода в море. Для борьбы с комкой буквально на днях в аренду взяли новый погрузчик. Уже испытали на деле. На прошлой неделе был очень большой выброс комки. Мы вывезли 127 машин комки. Ну и справились мы с этим, конечно, с помощью главы администрации. Помогли нам с транспортом. Комка – природное явление. Когда вода в море прогревается выше 23-25 градусов, море зацветает. Вот на это цветение как раз и жалуются отдыхающие. Новый руководитель предприятия объединения курортных услуг, Дмитрий Папантопула, проблему решил быстро и эффективно. Вывез траву за пару дней и рассказал – песок после такой чистки пляжа возвращают. Мы вывозим, она там отлеживается, перегнивает. И также потом этот песок у нас идет на пляжную территорию, высыпаем. На пляже чисто, чистый, приятный песок. И в системе работы пляжа пятен нет. Несанкционированная торговля и знаменитое пиво рыбораки теперь обещает быть лишь отголоском из прошлого. У нас есть заведующий пляжем, есть мастер пляжа, которые постоянно ходят по пляжам, которые торговля, если как это не санкционерно, это вот есть у нас ходуны здесь, которые приезжают со всех стран и начинают продавать то рыбу, то хохлома. Мы это пресекаем на корню. Не разрешаем ходить по территории пляжа никому. Если человек захотел перекусить, пожалуйста. У нас напротив пляжа есть столовая, есть кафе, оборудованные. Запрещают торговцам и предупреждают отдыхающих. Напоминают из радиоузла продукты от частных лиц. Никто не проверяет. А при 30-ти градусной жаре они быстро портятся. Из рубки радиоузла каждый час – важная информация для отдыхающих. Доброе утро. Уважаемые родители, будьте внимательны. Не оставляйте своих детей без присмотра. Изменения есть. В лучшую сторону подтверждают местные жители и гости курорта. Прихожу каждый день в 7 часов утра. Искупалась и назад. Этот пляж хороший. Ухоженный, хороший, отличный. Ну, пляж вообще шикарный. Ничего не могу сказать. Песочек – это просто обалденно. Здесь очень хорошо. Мне очень нравится. Убирают и следят за ним. Шикарно. Вот я как марафонец, я могу сказать, что мне очень приятно здесь бегать. Еще одно изменение в лучшую сторону. На пляже – тихо. Есть постановление о запрете на центральных пляжах города Анапы катания, прогул, квадроциклов. Есть определенные места, которые отведены. Там, пожалуйста, пусть. Но здесь ни в коем случае. Нарушителей наказывают. Для контроля на пляже привлекают межведомственную комиссию. Условия для отдыха – единственное, что должно остаться на пляже. И отдых должен быть доступен каждому. Главой администрации города Куратанапы Сергеем Сергеем Павловичем были куплены три инвалидные коляски. Ну, так скажем, они коляски и в то же время в них купаются можно. У нас есть посты, на которых разбитые площадки деревянными настилами. Инвалиды подъезжают на своих колясках, там разворачиваются. Их пересаживают вот в эти коляски инвалидные. Ну, они специально для купания. И заводят туда, и они купаются. Для этого у нас все для этого есть. На пляже оборудованы и работают медицинские спасательные посты. Дежурят спасатели. Оборудованы душевые и мойки для ног. В бюветах питьевая вода. Для тех, кто не любит прямые солнечные лучи, зонтики и навесы. Все доступно для всех. Новый директор МУПКУ Дмитрий Папантополо ставит перед своей службой задачу сделать Анапский пляж лучшим на побережье. Работы предстоит еще очень много. Но положительные изменения анапчане гости курорта отмечают уже сегодня. Наталья Пухальская, Андрей Стародубцев. Анапа. Регион. И к другим темам. Все тайное должно быть в тайне. В институте береговой охраны ФСБ России приоткрыли тайну. Оборудование, программы и подготовка кадров. Как все это проходит, рассказали специалисты института. И провели экскурсию для мэра Анапы Сергея Сергеева. Наша съемочная группа тоже побывала на закрытой экскурсии. Подробности у Вадима Родина. С 1936 года по 2007, то есть до основания Института береговой охраны ФСБ России, здесь из образовательных подразделений был только филиал пограничной академии, рассказывает мэру Сергееву начальник института контр-адмирал Владимир Белков. Сейчас здесь готовят специалистов для обеспечения безопасности на морских участках государственной границы. В их задачи входит борьба с контрабандой, незаконным оборотом наркотиков и их поставками, охрана биологических ресурсов, прекращение неконтролируемой миграции на морских границах государства. В ходе экскурсии по территории начальник института попросил главу Сергея Сергеева решить вопрос с освещением улицы Ивана Голубца и посодействовать в вопросе оформления земельного участка, на котором стоит часовня Ушакову, под общественное использование, чтобы верующие могли посещать часовню беспрепятственно, минуя жесткий пропускной режим института. Началась реконструкция спортивного зала, одного из крупнейших в Анапе. Здесь ежегодно проходили всероссийские и краевые соревнования по боевым и игровым видам спорта, а в специальном учебном центре курсанты проходят тренинги по ликвидации пробоин в корпусе судна и тушении огня на корабле. Все уроки максимально приближены к реальности. Огонь настоящий. За тушением следят и камеры, и преподаватель. А здесь отрабатываются навыки эвакуации в полном дыму и темноте. В завершении начальник института пригласил главу курорта на торжественное мероприятие, посвященное очередному выпуску Мичманов, которое состоится 29 июня. Вадим Родин, Анапа, регион. Двойное открытие. В Анапе торжественно открыли новый современный комфортабельный корпус Лучезарный в детском санаторно-здоровительном комплексе «Жемчужина России». Круглый год уже в пяти санаториях комплекса могут отдыхать и укреплять свое здоровье одновременно более двух тысяч детей. На церемонии открытия нового корпуса в «Жемчужине России» побывала наш корреспондент Алина Гумирова. С первых дней своего существования детский санаторно-здоровительный комплекс «Жемчужина России» выполняет самую высокую благородную миссию Всесоюзной детской фабрики здоровья. На территории четыре комфортабельных круглогодичных санатория – «Приморский», «Солнечный», «Космос» и «Сокол». К ним прибавился еще один новый современный корпус – Лучезарный на 600 человек. Поздравили «Жемчужину России» с этим знаменательным событием почетные гости. Честь перерезать красную ленту предоставили заместителю главы Людмиле Гузенко и руководителю комплекса Валерию Димоеву. Этот корпус, вот буквально Людмила Михайловна только же сказала, стоял 20 лет. Стоял и стоял. И буквально в этом году за 6-7 месяцев этот корпус, который стоял 20 лет, он преобразился в новый санаторий Лучезарный. Гости и директора всех корпусов осмотрели новое здание, столовую, пищевое оборудование, комнаты. Трехместные номера со всеми удобствами обеспечат комфортное проживание всем юным гостям санатория. Масса разнообразных лечебных кабинетов, оборудованных современными средствами восстановительной медицины, позволят комплексно решать вопросы реабилитации и профилактики многих заболеваний. В нашем санатории представлены как эквальное лечение, как видеолечение, так и климатное лечение. То есть все виды. Имеется свой пляж, имеется газелечебница. Мягкий климат, золотой песок пляжа, современный подход к лечению, оздоровлению и воспитанию детей, новые знания, яркие впечатления – все это гарантирует в крупнейшем в России детском санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России». Мы очень рады, что сообщество санаторий «Жемчужина России», «Солнечный сокол», «Приморский космос» пополнится новым санаторием – санаторием «Лучезарный», в который дети будут приезжать, я надеюсь, с хорошим настроением, а уезжать с грустью и памятью о своем лете. Алина Гумерова, Дмитрий Гладушевский, Игорь Куршаков, Анапа, Регион. После открытия нового корпуса «Лучезарный» отдыхающие пяти корпусов вместе торжественно открыли летний сезон. Торжественная церемония прошла на стадионе «Антей» с подробностями праздника Алины Гумерова. В фестивале «Дружба» стали визит на карточкой «Жемчужины России». Открытие летнего сезона и нового корпуса «Лучезарный» отметили большим праздником для четырех тысяч детей, которые сейчас отдыхают в оздоровительном комплексе. В начале церемонии открытия вынесли флаги Российской Федерации, Анапы и флаг комплекса «Лучезарный», пополнившего ряды санаториев. Директора всех пяти лагерей и почетные гости мероприятия поприветствовали ребят. Я желаю всем вам, ребята, доброго здоровья, чтобы действительно вы увезли отсюда самые добрые, самые яркие впечатления. И приехав к себе домой, вы бы сказали, я был на самом лучшем детском курорте и в самом лучшем детском лагере в «Жемчужине России». На стадионе дети исполнили танцевальные и вокальные номера. Между лагерями провели спортивную эстафету. Проигравших не было, победители наградили кубками. Все ребята были в восторге от праздника. Лагерь просто супер, нравится. Все, концерт тоже. Все будет классно. В 14-м море, все в футболе, лагерь классный. Очень отрывается на 14-м море. Дети приезжают замечательные. Это дети РЖД, просто дашки здесь в этом году. Активные, хорошие, мне нравится. Это статейки, хорошие вещей, мероприятия разные. Процедуры. Астрадок. Каждый год организаторы радуют детей сюрпризом. Приглашают на мероприятие звезд российской эстрады. В этот раз в «Жемчужину России» с концертом приехал Влад Соколовский. Если ты не хочешь моей любви, почему не сожжешь посты? Тогда, чтобы быть меня любви. В завершении мероприятия для всех ребят, вожатых и приглашенных гостей прогремел праздничный салют. Алина Гумерова, Дмитрий Кладушевский, Игорь Куршаков, Анапа. Регион. Понимание анапчан и гостей курорта. С 22 по 26 июня в Анапе на углу улиц Крепостной и Ивана Голубца 30 пройдет выставка продажа «Меховая палитра». Летние скидки на все от 20 до 50%. Вещи можно купить в рассрочку, в кредит и без переплат. При покупке шубы – жилет из лесы в подарок. Выставка будет работать с 22 по 26 июня с 10 часов утра и до 10 вечера. А на сегодня это все новости. И в завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Партнер прогноза погоды – торговый центр «Алиса». Как в стране чудес, в этом торговом центре есть все важные, приятные и полезные покупки в одном торговом доме в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса» Исполняет ваши желания. В четверг 20 июня в Анапе сохранится солнечная погода. Температура воздуха в дневные часы плюс 23-25, ночью до 22 градусов по Цельсию. Ветер северо-западный 4,6 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 23 градуса выше нуля. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Луна-парк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Луна-парк». Стань одним из нас. Стань чемпионом. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года.